Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в студии Ольга Цхавребова. Мы работаем в прямом эфире. И вот основные темы к этому часу. Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня на северный портал Рокского тоннеля отправили технику для оказания помощи дорожным службам Северной Осетии. Сегодня председатель правительства Эрик Пухаев вместе с руководителем МЧС Аланом Таттаевым и секретарем Совета Безопасности Валерием Валиевым выехали на дорогу, соединяющую нашу республику с Россией и ознакомились с ситуацией на месте. Мы проехали до нижней галереи, снизу уже все очищено. Сверху осталось просто расширить. Мне заверили дорожники, сейчас бульдозер поднимут из нижнего места, там где узкое место. Думаю, что сегодня это они расчистят. Если других лови не будет, думаю, что сегодня они справятся. Наши дорожники не уедут, пока они не расчистят дорогу. Техника у нас здесь, они работают. С Божьей помощью я думаю, что дорогу сегодня должны открыть. Погодные условия позволяют, да? Погодные условия позволяют, да. Транскам часто называют дорогой жизни. Продукты, бытовая химия, лекарства, одежда. Практически все в Южную Осетию поступает из России. И сейчас, когда главная артерия республики перекрыта уже неделю, в магазинах, казалось, должен ощущаться дефицит товаров. Так ли это, пыталась выяснить Дзераса Кузаева. Транскам закрыт. За последние 10 лет Южная Осетия не помнит такого длительного перекрытия дорожного сообщения. Из-за схода лавин движение полностью парализовано. Дорожники уже вторую неделю не могут справиться с природным явлением, расчистить заснеженные опасные участки дороги. Это самая обсуждаемая тема и в соцсетях. Особо переживают за жителей республики те, кто находится за ее пределами. Посмотришь комментарии и создаются ощущения, что в Южной Осетии уже нечего есть. Жизненно необходимые продукты на исходе. Полки в магазинах Цхинвала изрядно поредели, но нельзя говорить о том, что ситуация катастрофична. Есть достаточное количество разных круп, гречка, рис, овсяные хлопья. Есть сахар, чай, кофе, мясо. Достаточное количество полуфабрикатов. Единственное, в чем граждане Цхинвала испытывают нехватку, это в молочных продуктах. Их практически не осталось в магазинах столицы. Также нет колбасных изделий. В списке дефицитных продуктов и яйца. Они сейчас на вес золота. Однако то, чего нет в одном магазине, можно найти на прилавках другого. И что самое главное, есть хлеб в необходимом для жителей Южной Осетии количестве. Такая же картина в овощных магазинах. Как заверяют продавцы, запасов овощей и фруктов хватит еще на несколько дней. Картофель, капуста, морковь, помидор, зелень, фрукты. Товар нет, осталось продают. Что касается лекарств, в аптеках пока все есть. Однако нет многих препаратов для тех граждан, которые находятся на бесплатном медикаментозном обеспечении. Мы обошли им магазины с детским питанием. В них нет такого разнообразия, которое мы привыкли обычно наблюдать. И многие родители объезжают магазины города, чтобы найти нужный продукт. Нехватки с детским питанием пока нет, все в порядке. Надеемся все равно, что скоро откроют дорогу. МЧС заверяет, что к экстренным происшествиям они готовы. В случае чрезвычайной ситуации будет запрошен вертолет МЧС Российской Федерации. Граждане республики сохраняют спокойствие и есть уверенность, что дорогу скоро откроют. И тогда продукты будут завезены в республику в достаточном количестве. Так что причин для паники на сегодняшний день нет. Хлеб есть, картошка есть, фекла есть, морковка есть. Можно сделать спокойно винегрет. И сидеть спокойно с хлебом и кушать. Ну, слава богу, не болеем. Против простуды и вирусов можно лук, чеснок и мед. Все остальное нам неинтересно. Не надо так паниковать, потому что всякое может случиться. Это природное явление, никто в этом не виноват. Я думаю, что сегодня откроют дорогу и все будет хорошо. Возвращаясь к теме еды, хочется сказать, угостинские хозяйки привыкли готовить на зиму разные закрутки. Консервированные овощи и соленья, причем в большом количестве. Чего только не найдешь в кладовках у рачительных и запасливых домохозяек. И этих запасов уж точно хватит надолго. Зараса Козаева, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Хорошая новость для пенсионеров. Размер пенсии в республике увеличился в среднем на 12%. Минимальная социальная пенсия составляет сейчас 3250 рублей. В феврале пенсионеры получат пока старую пенсию. А в марте будет произведен перерасчет. И после этого пожилые люди начнут получать увеличенную пенсию. Агунда Губозова расскажет подробнее. С начала текущего года в республике увеличились пенсии. В среднем они вырастут на 12%. Впервые руководство страны улучшает социальные условия граждан за счет собственных средств. Во время своей итоговой пресс-конференции глава государства подчеркнул, что важно создавать условия для улучшения демографической ситуации и поддержки пенсионеров. В том числе и в части повышения им пенсии. На увеличение пенсионных выплат по старости, инвалидности и социальных пенсий было выделено почти 76 миллионов рублей. Как рассказала председатель пенсионного фонда Азата Соева, всем гражданам, получающим пенсии, в республике Южной Осетии сделают перерасчет в марте месяца текущего года. На 12% повышается пенсия в среднем. Но есть виды, где повышение больше. Например, у нас инвалидам, не инвалидам, а получающим социальную пенсию по достижении 18 лет было 1400 рублей. Сейчас будет она 3250. Это в 2,3 раза больше. Тут уже не процентов. В 2 с лишним раза больше. А в основном повышение идет около 12%. У кого-то 11,2%, у кого-то 14,9%. Ну вот по категориям. Но сейчас у нас в отделах идет везде перерасчет. И эту разницу за январь месяц они получат с февральской пенсии. Февральская пенсия в начале марта у них пойдет. Потому что вот сейчас мы считаем все, пересчитываем и разницу за январь они получат все буквально с пенсии за февраль месяц. Помимо повышения пенсии в этом году будет установлена надбавка инвалидам первой группы, а также дополнительная прибавка к пенсии гражданам старше 80 лет. Также будут производиться и социальные выплаты лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями. То есть трудоспособные граждане, не имеющие возможности работать, в связи с тем, что присматривают за детьми инвалидами, впредь будут получать пособие в размере 3900 рублей. Это положение вводится впервые с текущего года. Впоследствии, когда родитель будет оформлять пенсию, это учтется ему как стаж работы. И кроме этого у нас новые виды появились. Надбавка к пенсионерам первой группы к пенсии, надбавка людям старше 80 лет. И теперь будем еще платить неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами с детства, инвалидами первой группы, за детьми инвалидами. Вот такие виды у нас появились. В прошлом году глава государства дал строгое указание правительству довести размер пенсии до прожиточного минимума. По словам Азы Тасоевой, это поручение уже реализовано. И минимальная пенсия приравнена к прожиточному минимуму прошлого года, так как эта программа была разработана в 2018 году. На сегодняшний день минимальная социальная пенсия составляет 3250 рублей. Важно отметить, что пенсионный возраст у нас в республике остался прежним. Агунда Гобузова, Азамат Кудзев, информационный выпуск. Сегодня. В скором времени в свет выйдет третий том толкового словаря осетинского языка. В издании, помимо объяснения значения самого слова, будут приведены выдержки из произведений осетинских авторов. Наш корреспондент расскажет подробности. Научно-исследовательский институт имени Захара Ванеева при президенте Южной Осетии во взаимодействии с издательством наука Российской академии наук в Москве выпустит третий том толкового словаря осетинского языка. Текстовка представлена в издательство и идет в верстка тома. По словам Роберта Гоглоева, в конце первого квартала книга должна быть готова к изданию. Продолжение следует... В 2014-2015 годах уже было выпущено первые два тома толкового словаря осетинского языка. Каждый из них под общей редакцией известного ученого осетина Феда, профессора Николая Габараева, содержит 8-10 тысяч слов. Тираж издания – 1 тысячи экземпляров. В издании, помимо объяснения значения самого слова, приводятся выдержки из произведений осетинских авторов. Экземпляры имеются в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации, Абхазии, Испании, Соединенных Штатов Америки, Франции. Материал для словаря собирался с 1960-х годов, в том числе в ходе экспедиции в горные районы Южной Осетии. Материал для словаря «Санкт-Петербурга» В последние годы ушли из жизни несколько специалистов, которые работали над созданием словаря. «Пока неизвестно, как будут работать с четвертым томом. В ближайшее время он не сможет выйти. Однако все же будем надеяться, что с поставленной задачей справимся. И четвертый том словаря выйдет после издания третьего тома», – отметила Роберт Коглоев. У каждого жителя Цхинвала есть шанс внести свою лепту во внешний облик Цхинвала. Стартовал конкурс на лучший макет бюста первого руководителя Южной Осетии Тореза Кулумбегова. Подробности в сюжете Зарины Кочевой. Администрация города Цхинвал объявила конкурс на изготовление бюста первого руководителя республики Тореза Кулумбегова. Конкурс стартовал 20 января и продлится до 15 февраля. Принять участие может каждый желающий. Лучший макет бюста будет выбирать специально созданная комиссия. Бюст общественного и политического деятеля Южной Осетии планируют поставить у дома правительства. Этот конкурс продлится до 15 февраля 2019 года. Образцы просим предоставлять администрацию города Цхинвал к нам, главному архитектору города. Кто выиграет, ему будут выделены средства, чтобы он сам установил этот бюст. Торез Кулумбегов был видным политическим и государственным деятелем. Первым возглавил нашу республику. Именно под его председательством 29 мая 1992 года Верховный Совет, опираясь на итоги референдума, провозгласил независимость республики Южная Осетия. Последние годы жизни он провел вместе с семьей в Москве. Торез Кулумбегов скончался в 2006 году после тяжелой болезни. Политического деятеля похоронили на родине, в Южной Осетии. Залина Кочиева, Олимбетеев, информационный выпуск. Сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. По всей республике ожидается переменная облачность. В Наурском районе днем 6 градусов тепла, ночью минус 2. В Дзавском районе днем плюс 6, ночью минус 6. В городе Квайса днем плюс 8, ночью 4 градуса мороза. В Ленигорском районе днем плюс 7, ночью минус 2. В столице республики в Цхинвале днем плюс 7, ночью минус 2. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин